Бисмиллахи рахмана рахаим. Уссалату вассаламу аля набиина Мухаммадин и аля алихи и сахабин и аджмаин. Ассаламу алейкум варахмату Аллаху и баракат, уважаемые братья и сестры. В сегодняшний день во всем мире паника, коронавирус, доллар подскочил и так далее. Люди очень сильно боятся этого вируса. В некоторых странах, наверное, видели, скупают все продукты в магазинах. И здесь люди тоже бывают, некоторые идут, покупают, надо закупиться продуктами, говорят, и так далее. То есть паника такого масштаба, что люди очень боятся. Знаете, что я хотел поделиться, то, что у меня в сердце, в душе с братьями и сестрами. Если бы мы, я опять же говорю о себе в первую очередь, и обращаясь ко всем братьям и сестрам. Если бы мы с вами боялись бы так Аллаха, как боимся коронавируса, как боимся нищеты, как боимся голода, как боимся безработицы, как боимся проблем временных, которые в этой жизни сталкивается человек, у нас бы не было бы вот этого. Если бы мы так Аллаха, субхану и та'аля, с вами боялись бы, у нас бы не было никаких проблем никогда. У нас не было бы страха перед разным коронавирусом и так далее. Аллах, субхану и та'аля, в Кур'ане говорит, «Астаиду биллах» Если бы жители сел, селений уверовали бы и были богобоязненными, то бы мы им открыли бы баракад, благодать из небес и земли. Их бы окружал бы баракад, благодать бы их окружала. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассаляму, сказал, «Аджаба ли амри му'мин» У верующего очень удивительное положение. «Ин асабадху сарра шакара факана хайруллах» Если его постигает какая-то радостная, весь радостное событие, он благодарит Аллаха, и это благо для него. Если что-то плохое, какое-то испытание, что-то тяжелое, плохое его постигает, то он проявляет терпение, и это благо для него. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассаляму, сказал, «Такого положения может достичь только верующий». Это только для верующего, для му'мина. Поэтому, уважаемые братья и сестры, Это, знаете, сейчас каждый день, как ты в жизни, в мире смотришь, смуты бывают, испытания и так далее. И это жизнь дару ли бтиля. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассаляму, сказал, «Да нет, это дару ли бтиля, двор испытаний». Кому Аллах пожелает благо, дает испытания. Поэтому мы должны любое испытание верующие дойти, пройти достойно. И это время... Это время нам для того, сейчас мы, которые с вами проживаем, вот эти разные испытания, разные смуты, болезни, это время для того, чтобы задуматься, взять что-то, переосмыслить, что-то поменять в жизни, взять какую-то аль-ибра, какую-то пользу взять, из-за этого извлечь для себя, взять какой-то пример, задуматься и вернуться к Аллаху, субханаму ата'ала. Поэтому, в первую очередь, самому себе делаю наставления, напоминания. И всем нам ночью постарайтесь в эти дни, аль-хамдуллю, просыпаться, брать омовение, найти, где находится кибля, взять коврик, расстелить, прочитать два рака'ата намаза с душой, с сердцем, да задумаясь об аятах, размышлять в Всевышнем Аллахе, субханаму ата'ала. И когда будете находиться, когда будем находиться в садждах, в земных поклонах, обратиться к Аллаху, субханаму ата'ала. Обратиться к Аллаху, восхвалить Всевышнего Аллаха, субханаму ата'ала. И знайте то, что все в этой жизни временно, и мы с вами временно в этой жизни. Инна лилляхи, ва инна илляхи раджи'ун. Мы все с вами принадлежим Аллаху, и все мы вернемся к Аллаху, субханаму ата'ала. Да, Аллаху ата'ала нам достойно пройти испытания. Дай Аллаху быть нам в поклонении Всевышнему Аллаху. Еще раз хотелось бы напомнить, так как люди боятся сейчас коронавируса, стоило бы нам бояться Всевышнего Аллаха. Поистине наш риск в руках Аллаха, наша жизнь в руках Аллаха, наше исцеление в руках Аллаха, болезни в руках Аллаха, все в руках Аллаха. Поистине, полагайтесь на Аллаха, если вы верующий. Скажи, Мухаммад, Всевышний Аллах говорит, скажи, нам не навредит ничего, кроме того, что нам предупредил Аллах. Если все люди джинны соберутся для того, чтобы навредить, не смогут навредить, если Аллах не предопределил. Если все люди джинны соберутся, что они обещают чем-то тебе помочь, принести пользу, не смогут, кроме тем, что предопределил для нас Всевышний Аллах. Да, Аллах, нам с вами быть достойными верующими рабами, Аллаху, чтобы в сердцах наших был якин, убежденность, возвращение к Аллаху, приблизили, чтобы мы к Аллаху еще больше и были богобоязненными Его рабами Всевышнего Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok